Дорогие друзья, здравствуйте! Прошу прощения за шум. Я как раз тут раскатываю пергамент на противне. У меня есть овощи. Я хочу сегодня сделать овощной хоровац. Хоровац. Армянское блюдо. Пометуя свою старинную приятельницу Гайна Бриева, низкий поклон ей и уважуха. Книжек она выпустила уже массу. Ну и тут, в общем, листая ее книжку, думаю, дай посмотрю, что там есть интересного. И вспомнил, что действительно у нее в ресторане есть отлично хоровац. Почему бы мне не приготовить свой для себя? Ну а вы посмотрите рецепт и обязательно повторите. У меня есть овощи. Болгарский перец, баклажаны, чеснок, тут чили немножко, зеленуха сзади стоит, красный лучок. Так как лучше всего хоровац готовить на углях, ну мы понимаем, что вообще все на углях вкуснее, я, может быть, летом приготовлю еще и на углях тоже. Но пока мы находимся в рамках дома, в рамках духовочки. Она у меня стоит как раз не греется, потому что я ее не включил. И у меня стоит греется сковорода-гриль. Попытаемся приблизиться к настоящему армянскому хоровацу. Для тех, кто никогда в жизни не слышал этого названия, в переводе с армянского означает жареный. И вообще хоровац называют шашлыки. Поэтому есть некие пояснения между собой. Я, конечно, не армянин, армянского языка не знаю, но по общению с моими друзьями, и в частности с Гайны, я знаю, что есть пояснения. То есть говорят, хоровац такой, хоровац такой, хоровац такой, хоровац такой. И когда я английским занимался, у меня была одна из педагогов, девушка из Армении. Ой, мы с ней, конечно, армянскую кухню всячески пообсудили. Молодец. Вот нация, армян, за что люблю и уважаю, они с детства все, блин, как-то вот сосредоточены на кухне. Они знают, что они готовят. Они знают свою культуру. Я про гастрономию сейчас говорю. Культуру питания, культуру стола. В общем, меня это всегда радует. И когда приходишь в гости, ну да, снимаю шляпу, стол богатый, всегда щедро угощают, наливают, накладывают и говорят, давай, давай, ты что, ты же у нас в гостях. Гостеприимностью они, эти прекрасные люди, не обделены. Ну Кавказ вообще весь очень гостеприимен, очень гостеприимен. Даст бог, попаду я в Ереван, не был ни разу. Ну как бы это, сожалеть нельзя, но немножко сожалею, что еще до сих пор не попал. Потому что легенды ходят, да и в частности ГНФ всегда говорят, приезжай в Ереван, ты что, у нас там, нет, она в Москве живет. Я просто к тому, что в Ереване всегда есть наверняка кому, у кого притулиться и к кому приехать в гости. Значит, все очень просто, но я вам расскажу несколько нюансов, которые встречаются, ну и на которые я лично обращаю внимание. Значит, смотрите, мне нужно получить вкус и аромат дыма. Ну дымка, да, потому что нет углей. И лучше всего это сделать, знаете как, использовать сковороду гриль. Сильно мелкими кусками овощи не режьте, потому что у перца придется потом снять шкурку. Ну у баклажана попроще, там все ложечка раз, мякоть забрал. У перца придется это делать руками, поэтому разрежьте вот, ну на несколько частей, на три, например. Так, чили я запекать не буду, я его добавлю сырым уже в готовый хоровац. Томат обязательно. Что есть? Значит, у меня всегда на окне стоят томатики вот такие мелкие, это я для салата всегда использую, потому что это вкусный, дорогой, классный томат. Это как деликатес, как десерт зимой я держу. Поэтому я не могу их просто взять и отправить, так сказать, в гриль, да. Но вот есть такие более дешевый вариант, удобные. Я покупаю часто очень большие, потому что их удобно обрабатывать. Ну и смотрите, удивительным образом, видите, я наугад помидоры покупал. Очень мало жидкости, да, очень много мякоти. Это отдать должное, значит, прекрасно все. Как только раскалилась сковорода-гриль, значит, я сюда отправляю перчик. Сначала отправляю со стороны кожицы, потом переверну на другую, пусть обжаривается. О, затрещал, затрещал перчик. У меня сковорода-чугунная, я уже рассказывал про нее в одном из роликов. Баклажанчики крупными кусками, да, тут, в общем, не надо каких-то изощрений, знаете, там, вот кто-то 15 лет назад сказал, что баклажаны нужно заранее солить, чтобы вышла лишняя горечь там с водой вместе, которая, все это чушь собачья. В деревне, когда у вас растут баклажаны на огороде, и вы их забыли поливать, забыли полить, и они у вас без воды там росли неделю целую, тогда, да, горечь, возможно, и появится. Когда баклажаны, это все тепличные, да еще и какие-нибудь импортные, нет, там никакой горечи не было никогда и не будет. Не переживайте. Просто солим для того, чтобы баклажаны были соленые. Так, вот эту плодоножечку, оп, выкидываем. Помидор вдоль на две части, потому что мы его тоже будем обжаривать, чтобы он не разваливался. Ну, что там, вот эти маленькие, что там мучиться. Так положил, так положил, все. Обязательно. У меня есть горелочка, да, помните. И у вас уже практически у всех. На гриль я их положил не для того, чтобы пожарить, а для того, чтобы обжечь и дать аромат дымка. Кстати, большая проблематика возникает, когда у вас не газ, как у меня, плита, а индукция. Чугунная сковородка перегревается, вернее, нагревается она нормально, сама по себе не перегревается. Перегревает датчики, плита индукционная отключается. В этом есть некая проблема с индукцией. А алюминиевая не дает столько тепла, поэтому я, в общем, помогаю. Видите, тут под дымочек даже такой идет. Вот мне это надо, чтобы овощи как бы приобрели аромат костра. В этом нам нужно, чтобы этот салат был просто божественный. Значит, для того, чтобы аромат дыма был явный, вы можете слегка подкоптить в духовке. У меня есть ролик, в котором я рассказываю про утиные шашлычки. И вот как раз там я показываю, как можно в домашних условиях слегка подкоптить тот или иной продукт. Но при наличии, при условии, вернее, что у вас есть хорошая вытяжка. Хотя, даже когда вы жарите жирные стейки, тоже у вас дома наверняка облако зависает. Значит, томат маслом поливай, не поливай его. Вот эта жидкая составляющая масло сольется вниз, начнет гореть, чат, копоть и так далее. Просто посолили, бросили их на огонь. Горелочкой помогли. Кстати, вот томат очень удобно. Горелочкой прошелся, видите, кожица тут же нагревается. Ее можно снять даже без дополнительных каких-то усилий, без дополнительного прогревания. Нам надо снизу слегка его поджарить. Так, баклажанчики. Давайте сразу начнем. Маслом я потом приправлю салат. Сейчас мне особо ничего не надо. Мне сейчас главное сделать аромат дымка. Зараза, горячий. Все, томатики у нас готовы. Вот, казалось бы, да, аромат гриля все равно присутствует. Вот, баклажаны жарим до характерных полосок. Как же тут их все вместить-то? Это конструкторские какие-то должны быть навыки у человека. Немножко-немножко еще вот этого гриль-вкуса. Томат довольно сладкое существо, хотел сказать, овощи. Сахаров много, поэтому румянится он прекрасно. Вот так, как будто это все у нас с угля, с мангала с настоящим. Все, баклажанчики у нас появилась полоска, появился рисунок. Нам их не нужно готовить полностью. Нам их нужно всего лишь заколировать. Баклажаны также перекидываем на противень. Можно это все испечь, конечно же, и на гриль-сковороде. Времени займет больше. Да и я знаю, что вы не любите заморочек, но этот технологический процесс должен быть именно таким. Так гораздо удобнее. Все, духовочку. У меня здесь, как всегда, абы какая температура. Мне нужно минут, наверное, 5-7. Это не должно быть там в кашу, это не должно быть полностью приготовлено. Мне нужно просто, чтобы они дошли. Баклажан, если сырой, он будет как поролон по вкусу. Он должен полностью дойти. Перец еще прогреется. Шкурка будет легко сниматься. Томаты, соответственно, ну, как получится. А специально для моего спонсора, Стаса Врублевского. Стас, привет. Поясняю, у него просто духовки нету. Стас, если у тебя не появилась духовка, делай так. Куски режь мельче, на сковородке гриль обжаривать дольше. Появится этот привкус. Ну и, конечно же, в любом хозяйственном магазине ты сможешь купить горелочку. Жги, жги, жги. Я крупными готовлю, потому что в духовке довожу. А помельче приготовить так же шкурочку снял, рубанул и все остальное делать точно так же. Ссылочка, кстати, если вдруг кто-то решил стать спонсором, я ссылочку прикреплю. Ну, мало ли, мало ли, я понимаю, что там весна скоро, нужно подкачаться немножко. Но, в общем, вы смотрите. Пока у меня овощи доходят. Я, соответственно, беру вот что. Перчик, перчик. Тут, как бы это правильно сказать. Вот кто любит поострее, режем острый перчик колечками. С семечками и перепонками. Для спорщиков специально. Если вы перестанете спорить, то я вам скажу. Вся острота, вот это вот сильное-сильное чили, находится не в семечках, как говорят многие. Почитайте литературу. В перепонках. Все в перепонках. Весь смысл жизни перца в перепонках. Теперь лучок красный. На любителя. Вообще, если мы говорим про кавказскую кухню, конечно, лучок в свежем виде должен быть. Я его немножко добавлю. Для того, чтобы, знаете, у меня тут, чтобы я сам от внутреннего ощущения лука во рту не удивлялся. Но вот вкус лука должен быть в такого рода салатиках. Все это сюда. Теперь зелень. Вот тут начинается самое интересное. Все овощи, которые у меня там стоят, они довольно мягкие. Тем более после запекания. Я всегда говорю так. Не стесняйтесь добавлять в салаты стебли зелени. Стебли. Если у вас там не варится никакой бульон, то стебли нужно просто помельче, помельче, помельче рубить. Они создают дополнительную текстуру и дополнительный вкус. Поэтому зелень, какая у вас есть, любая. У меня и кинза есть, и укроп, и петрушка. Я все-все мелко рублю, и все должно быть здесь. Обычно сейчас кто-нибудь, нет-нет, да и напишет коммент. Мол, типа, сначала же овощи, а потом зелень. Тут, знаете, поварские привычки. Значит, пока стоит подносик у меня противень в духовке, время-то идет, чего его зря терять. Я делаю отдельно вот такую вот заправочную смесь, которая будет совершенно шикарно ощущаться, и если мы ее сделаем заранее. Ничего страшного в этом нет. Значит, кинза какая-то у меня дохлая. Ну, в смысле, она не дохлая по жизнеобеспечению, просто у нее мало листьев и длинные стебли. Значит, корешочки тут в зависимости от промывки мозгов кинзы, так надо вот пообрезать. Грязный какой-то у меня вот этот корешок. В корешочках тоже, соответственно, много ароматов и вкусов. Укроп тоже со стебельками. Ну, если у вас бывает такое, что вы купили на рынке зеленуху, а там полтора метра стеблей, ну, на ваше усмотрение. В любом случае, я все это добавляю вместе со стеблями. Пусть будет хруст. Средь мягких холмов баклажана я чувствую кинзочки хруст. Вот так. Пусть будет. Щепотка соли. Конечно, в идеале можно было бы туда и нужно было бы тогда добавить красный базилик. Но у меня в округе что-то не нашлось вообще ни одного магазина, где бы его продавали. То ли не сезон, то ли чего. В одном нашелся. Я говорю, продайте. Они мне говорят, не покупайте его. Я говорю, ну ладно. Чесночок. Маленький-маленький зубчик. Если вы любитель чеснока, можете большой зубчик туда отправить. Но учтите, лучше всего сделать вот так. Подрезать его чуть-чуть. Щепотку соли с плоскостью ножа. Раз, 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 раз в пасту превратить. Чтобы он кусками у вас там не цеплялся. Сделать это не сложно. У кого-то с моторикой все хорошо. В детстве собирали мелкие конструкторы. А кто-то, вот вы знаете, даже из поваров бывает, не может научиться так работать ножом. Пальцы не дают. Перемешиваем лук, зелень, чили. Зелень сейчас даст немножко сока. Но зато ароматика увеличится просто в 10 раз. В 10 раз. Доску. Чтобы не сжечь ничего. Стол-то не казенный. Стол не казенный. Баклажаны тоже не казенные. Запеченные овощи. Пахнут шикарно, шикарно. Пока немножко остывают. Пробуем. Что у нас тут? Зараза горячая. Вообще не прикоснуться. Хорошо. Начнем с помидора. Его можно без рук чистить. Вот так вот. Я вот что хочу сделать. Я хочу взять сито. Какую-нибудь чашку. Но в моем случае сотейник. И пока помидоры пока у меня вот так вот немножко подрубаем. Я просто вижу, что много воды стекает с томата. И хочу его отправить на сито для того, чтобы стек. Чтобы уплотнилась мякоть. Возможно нужно было поступить так. Не отправлять томат в духовку. А просто-напросто со стороны шкурки обжечь. И снять шкурку. Или накрыть там полиэтиленом. Чтобы она отошла от тепла. Тогда бы он был внутри чуть плотнее. И мякоть бы так не расплывалась. Но вот смотрите. Видите? Ошибки они как бы рождают. Ошибки рождают вот такие вот моменты. Учитесь на моих ошибках. И у вас на столе будет все гораздо правильнее. Потому что опыт сын ошибок трудных. И гений парадокса вдруг. Смотрите, сколько томатной воды у нас получается. У этой томатной воды очень яркий вкус томата. Если его охладить, то на основе томатной водички можно делать соусы и заправки для салатов. Ешь томатов нету, а вкус томатов есть. Поэтому вы ее не выкидывайте никуда. А сами томаты... Ну что, стекут они сейчас нормально все будет. Значит, томатная вода уходит. Баклажаны остывают. У перца как раз прекрасно отходит шкурка. Все перчики чищу. Ну, то есть, все очищаем от шкурки и крупно рубим. О, вы говорите, я не кормлю собаку. Ну, печеные овощи. Без соли, без ничего. Все. Лишний мусор выбрасываем. А все остальное режем так, как я сказал, крупно. Такими кусками. Здесь также плюс-минус болгарский перец. Перец печеный, конечно, это вообще супер-супер. Я забыл еще сюда добавить важную вещь. Лук зеленый. Лук зеленый, вы знаете, что он по вкусу отличается от красного. В кавказской кухне, как без зеленого лука, обязательно должен быть. Довольно крупно. Все это сюда. Так, немного соли. У нас потому что соль есть там. И мы же еще овощи солили. В процессе выделения сока часть соли потеряли. Но все-таки. Значит, для поддержания вкуса копчения, копченую паприку. Значит, у кого нет, значит, те без копченой паприки. У кого есть, те копченую паприку слегка добавляют. Копченая паприка даст вкус костра дополнительный. И, во всяком случае, не испортит вкус блюда. Значит, кто человек современный, те в интернете заказывают копченую паприку. Кто человек не современный, те живут без паприки. Все, водичку вот эту никуда не деваем. А вот черный перчик у меня был, спрятался. Черный перчик обязательно. Мало. Давай, давай, кошечка. Все, вот теперь хорошо. Пора все перемешать. Никакого оливкового масла. Обычное подсолнечное. Оливковое – это все происки европейских разведчиков и шпионов. Получается довольно красочный салат. И самое главное, что я сейчас мешаю и хочу вам сказать, что это одно из моих самых любимых блюд. Потому что вот такие печеные овощи с большим количеством зелени с костра, это, конечно, летом каждый, каждый готовит. Давайте не будем дожидаться лета. Давайте приготовим это все зимой. Прова. Чуть больше маслицы. Огонь! Шикарный гранатик обязательно. Ну, на украшение-то надо, мы же все-таки... Ай-яй-яй, что же творится? Шикарно, как вкусно! Давайте я в этом ролике пробовать ничего не буду. Потому что вы и без меня знаете, какой он на вкус. Вы же все этапы приготовления видели. Вы же даже представляете. А заодно будем помаленьку учиться жить как повара. Повар, когда блюдо придумывает, он уже вкус чувствует мозгом. То есть, когда говоришь, перец смешанный с кислотой, ты сразу... Вы же знаете все. Многие люди, которые не повара, да, они не умеют это анализировать. Почему? Потому что никто не научил. Но это вы все знаете вкус перца, вы знаете все вкус арбуза, чеснока и всего прочего. Поэтому просто соединяйте их вместе в голове, и вы будете видеть финальный аккорд. Столько же людей, значит, пишут в личку. Одинаковое количество людей не пробуйте, вы чавкаете там и так далее. Авторы говорят, блин, пробуйте всегда, пожалуйста, всегда пробуйте. Потому что от этого разыгрывается аппетит, потому что когда я другой человек ест... Давайте, немножко, немножко граната сюда. Ой, какое шикарное. Вот какое шикарное блюдо. Вот это я, по-моему, понимаю. Ой, чувствую, комментов будет полно. Спасибо, мол. Это же просто по-зимнему, по-настоящему. Каждый русский знает, это армянское блюдо. Но не все знают, что он называется хоруац из овощей. Вопреки тому, что я вот не хотел пробовать, а потом сейчас уже докинул гранат, думаю, нет, все-таки я должен попробовать. Дом, 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 дом. Дом, 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 дом.